Прежде всего я выражаю признательность главе нашего государства Ильхаму Алиеву. Благодаря ему заложники, в числе которых был и я, освобождены. Но надежда не покидала меня даже тогда, когда я был заложником. Я всегда говорил, что наступит день и азербайджанский солдат дойдет сюда. Так и случилось. Поздравляю свой народ с победой. Как передает канал 13, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал освобожденный заложник Дильга Маскеров. Я не переходил на территорию Армении. Я отправился на землю своих предков. Я пошел туда не в первый раз. Меня арестовали на моей родине, отвезли в Ханкинди, переломали пальцы. У меня все еще есть переломы в области черепа. За год моего пребывания в Ханкинди мне не давали еду. Они давали подогретую воду и немного макарон в железной тарелке. На момент задержания мой вес составлял более 100 килограммов, но позже я похудел до 55 килограммов. У меня не было сил. Они били меня прикладом автомата. Во время следствия меня избили, и в этом участвовало 15 человек. Если я не мог встать, меня поднимали насильно. Международный комитет Красного Креста в течение года не оказывал мне никакой поддержки. Они знали о моих сломанных пальцах и о проблемах с черепом. Питание не предоставлялось даже со стороны Международного комитета Красного Креста. За год не было оказано никакой помощи со стороны этого комитета, несмотря на то, что одна часть моего тела была полностью парализована. Международный комитет Красного Креста знал обо всех пытках, которым я подвергся, однако никакие меры предприняты не были, сказал Дильга Маскеров. Находившийся в заложниках у армян Шахбаз Гули в свою очередь заявил, что Международный комитет Красного Креста увидел, как их пытали. Нас взяли в заложники, когда мы посетили могилы наших родителей. Дильга Маскерова взяли в заложники после меня. Меня мучили также. Вечером не давали спать. Сотрудник их службы национальной безопасности почти каждую ночь избивал нас дубинкой. Они не верили, что мы приехали посетить могилы наших родителей. Называли нас террористами-диверсантами. Они пытались представлять нас так до последнего дня. В последний день приехал врач из Международного комитета Красного Креста. Он говорил, что мне нужно наложить гипс на руку. Но они возражали. Международный комитет Красного Креста увидел, как нас пытали. Армяне не позволяли написать в письмах о причиненных нам пытках. Через год после этого в шушинской тюрьме нас привязали к камере. 44-дневная отечественная война встряхнула всю Армению, отметил Гулиев.